В России могут ввести почасовую оплату труда. Зачем это нужно и когда минимальный размер оплаты труда достигнет, наконец, прожиточного минимума? Мы сейчас узнаем у нашего обозревателя Наиля Аскерзаде. Наиля, добрый вечер. А почему вообще эта дискуссия началась? С чего? Андрей, сейчас обсуждают три основных варианта, как повысить минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума. Первое предложение – МРОД на уровне прожиточного минимума в среднем по стране. Второй вариант – МРОД на уровне регионального прожиточного минимума в каждом регионе. И третье – введение почасовой заработной платы. Минтрут выступает за второй вариант, когда в каждом регионе будет свой МРОД. Логика в этом есть. В каждом регионе прожиточный минимум разный. В республике Мордовия, например, и в Татарстане 7-8 тысяч, а на Камчатке и на Чукотке 17-19 тысяч. Но не все депутаты поддерживают это предложение. Почему мы должны людей делить на какие-то градации, на какие-то категории? В Москве, очевидно, будет один МРОД, в Московской области будет другое. Мы здесь можем получить очень много конфликтов. Наиля, а как вообще этот самый МРОД сейчас отличается от прожиточного минимума? Сильно? Да, примерно на 25%. Сейчас минимальный размер оплаты труда в России 7,5 тысяч рублей. Размер прожиточного минимума в целом по стране составляет 9776 рублей. Сегодня 4 миллиона и 900 тысяч россиян получают зарплату на уровне МРОД. В конце декабря прошлого года вице-премьер правительства Ольга Голодец заявила, что одна из главных целей Кабмина в 2017 году — уравнять эти два показателя. С 1 июля МРОД будет повышен на 4%. Его величина составит 7800 рублей. Наиля, насколько вероятно введение почасовой оплаты? Это за каждый час будет назначаться какая-то сумма денег? В Министерстве труда называют этот вариант опасным. Например, работодатели могут принимать людей на работу не на 40 часов в неделю, а на неполное рабочее время, чтобы экономить на заработной плате. Нам кажется, что это опасная затея с учетом таких взаимоотношений между работником и работодателем. Очень серьезные возмущения могут быть и непонятные действия при короткой рабочей неделе. К тому же, почасовая оплата труда больше характерна для сферы услуг, ресторанов, отелей, для высокотехнологичного сектора. В Госдуме предлагают еще и третий вариант с минимальной оплатой 100 рублей в час. Постепенно начинаем движение в сторону увеличения прожиточного минимума реального и минимального размера оплаты труда, доводя его до прожиточного минимума. И необходимо рассмотреть ту инициативу, которую внесла фракция ЛДПР несколько лет назад, предложив ввести минимальный размер оплаты труда в час. Наиля, спасибо. О том, как может измениться оплата труда в России, рассказала наш обозреватель Наиля Аскарзаде. Спасибо. Спасибо. Спасибо.